Всем привет, легендарные внучата! Вы находитесь на канале Бабка Шоу! И сегодня мы с вами поговорим о том, кто такая Дженна. Это рубрика мифы Роблокса, в которой мы говорим о самых популярных мифах и крипипастах в этой игре. Но перед тем, как вы узнаете о полной истории Дженны в Роблоксе, обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк. Погнали, легендарные внучата! Хочешь купить робуксы, но не хочешь ждать 5 дней, чтобы их получить? Тогда быстро переходи на сайт робукспер, ведь благодаря методу логпаст твои робуксы придут практически моментально. А если у тебя до сих пор нет премиум статуса, тогда ты можешь купить его на робукспер. Разные виды пополнения счета, удобства сайта и то, как быстро вам приходят ваши робуксы, все это вы найдете на робукспер. Именно поэтому я советую вам как можно быстрее переходить на сайт пристани робуксов по моей закрепленной ссылке в комментарии. Или отсканировать этот промокод. Изначально профиль Дженны был создан для фильма ужасов Роблоксе под названием Одер. И это та самая правда, которую вы хотите услышать о том, как появилась Дженна. Есть такая игра в Роблоксе, которая известна как Место Эджел Дженнифер. То есть это игра, которая идет изначально вместе с персонажем Дженны. Как только вы войдете в игру, вы увидите кровавый след. Если вы пойдете по кровавому следу на вершину холма и в пещеру, вам будет показан черно-красный экран с надписью «Содержимое удалено». Вы будете отключены от игры, а 78787878 будет написано странным почерком в окне отключения. Подобную надпись можно найти и в ее профиле Роблокс. Все это может заставить вас подумать, что вас взламывают и все такое. Но это неправда. Ни одна из предполагаемых жертв взлома не появилась. И все это только слухи. Все, что находится вокруг Дженны является лишь слухами. Вот так, кстати, выглядит прямо сейчас Роблокс профиль Дженны. На нем 570 тысяч подписчиков. И вот он, тот самый злополучный плейс. Давайте мы в него зайдем. 19,6 миллионов посещений этой карты. Это просто какой-то трэш. О май гад, ребята. Вот мы с вами и появились в этой игре. Здесь у нас есть кровавый след. Написано «Danger». И стоит Дженна. Давайте мы подойдем к Дженне и... Да, друзья, как я вам и говорил, происходит что-то непонятное. Нас вышибло из плейса и телепортировало на какую-то фигню. Короче, теперь это работает немного иначе. Раньше она бы нас убила и нас бы выбросила из игры. Вот уже теперь со стопроцентной вероятностью мы можем узнать о том, что Дженна это всего лишь проект. Финансовый проект, который поддерживался многими людьми. И, как вы видите, здесь даже есть три ютуб-канала. Понятно. Но давайте не будем об этом говорить и продолжим с историей. Сама по себе история этой девочки очень странная. Она началась еще в 2017 году. Дженна была онлайн-свидателем. Если вдруг кто не понял, это девочка, которая ходит на свидания с другими мальчиками и является их девушкой. Так вот, когда любой из мальчиков покидал ее в игре, она взламывала их профили и узнавала, где они живут в реальной жизни. Но, опять же, ни один из зломов не подтвердился и это, скорее всего, просто вымысел. В начале 2022 года ходили слухи, что хайкер Дженна вернется в феврале. Также было сказано, что на этот раз она изменит свой аватар на мальчика и будет охотиться на девочек. Но Дженна так и не пришла. Ведь тактика Дженны реально пугает, и ее трудно не заметить. Но уже установлено, что слухи о том, что она взломает профили других людей, не соответствуют действительности. Ни один человек не сказал о том, что его взломала Дженна. Если вы случайно увидите кого-то, одетого как Дженна, который следует за вами в Роблоксе, не пугайтесь, они не собираются взломать вас. Если вы хотите быть особенно осторожным, просто выйдите из игры и войдите снова. Это все, что мы знаем о Дженне, хакере из Роблокса. Хоть она и может быть реальной, слухи о том, что она взламывает профили людей, неверны. Это просто вымысел, и это был всего лишь розыгрыш, чтобы посеять страх среди сообщества Роблокса. Со временем в Роблокс появится больше таких персонажей, как Дженна, и в сообществе будет распространяться больше слухов. И, конечно же, я буду рассказывать вам о каждом хакере Роблокса, потому что мне это стало интересным.